здравствуйте уважаемые подписчики канала про цветок с вами ольга дуброва интересная тема я стою у клематиса значит что-то будет про клематис а что будет ответ на многочисленные вопросы что надо сделать клематису чтобы он пышно цвел почему он не хочет цвести ну и конечно же напроконцы молочко известковое молочко вот здесь дождитесь я вам выскажу свою точку зрения не знаю понравится она кому или нет мои размышления про известковое молочко но сначала определимся чего же клематису надо а клематису надо чтобы он рос в правильном месте иногда причина того что клематис не цветет неправильно выбранное место заезженная фраза о том что голова клематиса должна быть на солнце а ноги его должны быть во влажной но при этом с хорошим дренажом почве если вы выбрали неправильное место может она затененная хотя некоторые клематисы переносят легкую тень различные группы вы же помните про группы клематисов там первая вторая третья то что касается обрезки ну и разные клематисы по-разному относятся к наличию освещенности минимум 6 часов клематис должен находиться на освещенном солнце вторая причина это дисбаланс азота в почве почва может быть на ваш взгляд хорошая но азот будет клематису недоступен первое а второе то что вы его весенний период перекормили поэтому берем наши удобрения все комплексные удобрения содержат вы помните азот фосфор калий и выкидываем то что касается клематиса сторону убираем эти удобрения у которых высокое содержание азота особенно когда мы проводим первую подкормку первая подкормка это весна ну и вот помните о том что клематис любит частые подкормки их за сезон может быть подкормок 6 8 но при этом надо чередовать органические минеральные удобрения весною азота формуле должно быть мало например содержание должно быть например такое что азота 8 а фосфора и калия там 10 16 то есть азота всегда должно быть два раза меньше чем фосфора и калия потому что начнет расти пышная листва и светение вы в текущем сезоне можете не дождаться куда же еще использовать азот растению ну конечно же пышно пышно создавать большую лиственную массу и после того как мы определились с тем что мы неправильно возможно подкормили мы регулируем наши подкормки и сохраняем такой баланс когда растение следующая подкормка зацветает бутонизация начинается тогда мы тоже не даем много азота а вот когда уже начнется цветение это третья такая настоящая полноценная подкормка там мы уже можем применять совместной органику и какие-то минеральные удобрения и количество азота можно увеличить но тоже не переусердствовать иногда советуют очень хорошее удобрение костная мука да она долго играющая но подходит для различных почв но при этом там содержание азота 16 поэтому учитывайте особенности вашей почвы какова она изначально потому что на песчаных почвах конечно можно ее применять а на суглинистых которые хорошо удерживают различные питательные вещества надо наверное ограничиться другими удобрениями у которых меньше содержание азота ну и еще одна такая основательная подкормка это уже накануне зимовки ну до зимовки может быть далеко но когда мы совсем убираем азот это середина августа может быть где-то середина сентября и мы оставляем с увеличенным количеством фосфора калия с тем чтобы растения готовились к зиме и не наращивали зеленую массу потому что для тех климатистов которые цветут на побегах прошлого года это будет не очень хорошо и так как я говорила что растения различные бывают группы различные отношения к теплу и если в южных регионах то всенепременно надо укрывать мульчировать чем-либо какими-то инертными материалами то что находится у основания для того чтобы избежать вот этой жары что было по прохладней можно подсадить но не в корень подсадить какие-то пущу покровные растения и снова же здесь может наступить такое противоречие между потребностями растений которые мы сажаем и они будут притенять корневую зону клематиса сохранять там холодоке влагу которую любит клематис в ногах и но при этом наступит конкуренция между корнями растения которые вы подсадили если она вдруг мощная и корневой системой клематиса потому что с годами она у него становится очень даже и мощная поэтому по радиусу там или по периметру смотря как вы высаживаете необходимо вбивать какое-то ограничение то есть должно быть ограничение вот мы чередуем кормим с подкормкой мы как бы на этом закончим потом почему еще не может зацветать клематис потому что возможно он у вас слишком молодой и он еще не нарастил корневую массу которая будет питать все эти многочисленные побеги и вторая причина вернее очередная причина может быть он уже очень пожилой и его тогда просто омолодить или посадить новый клематис или его хорошенько подкормить разрыхлить в зоне корневой системы добавить различных удобрений и кое-что чего расскажу потом попозже под конец поэтому будьте терпеливы затем из причин которые часто встречаются это неправильная обрезка клематисы могут цвести на побегах с текущих на побегах прошлого года на побегах текущего года это клематис и 3 группы на тех и других цветения это вторая группа и первая группа а то там побегах прошлого года поэтому если мы вдруг перестараемся осенью либо весной и сделаем неправильную обрезку, то, конечно, в текущем сезоне, ну, вы поняли, не буду много говорить, вы поняли, что если неправильно обрезать, то в текущем сезоне вы не дождетесь светения. Поэтому, если вы сомневаетесь, вы не знаете ни вида, никакой группе не можете определиться, он принадлежит, то тогда лучше всего оставить обрезку на весну. И весной вы уже просто будете видеть, где живые растения, где просыпаются почки, просыпаются они достаточно поздновато, и делаете обрезку. Что-нибудь у вас обязательно будет цвести. Ну вот мы потихоньку и подбираемся к теме известкового молочка. Потому что, как только открываешь интернет и вопрос задаешь по клематису, все непременно советуют. Поливаем ежегодно известковым молочком. А что такое известковое молочко? Во-первых, это может быть и гашеная известь, и доломитовая мука. Это может быть мил, и зола может быть. И у всех этих препаратов, у них совершенно различный состав и различное содержание той, что нам надо. То есть кальция в каком-либо виде. Если в доломитовой муке это карбонат кальция, и еще в доломитовой муке такая замечательная вещь магния-карбонат, и содержатся они в достаточно большом количестве. И это очень хорошая история, потому что и кальций, и магний, они очень благотворно влияют на почву в первую очередь, и, естественно, опосредованно влияют на состояние растения, в частности клематиса. Потому что кальций, он препятствует распространению эмболитетворных различных бактерий, грибов. Кислая почва – это просто рассадник для бактерий и грибов. Там у нее все это закисает, и они там просто кишат. Рекомендуют дозировку 300-500 грамм на метр квадратный. То есть метр квадратный площади. А конкретно для растения что надо? Потом, почему такая разбежка? Потому что на сильной кислой почве это будет 500, на слабокислой почве это будет 300, а может быть и 200, если это какая-нибудь нейтральная почва. Потому что и магний очень хорошо влияет на фотосинтез, на структуру клеток и, естественно, на здоровье самого растения. Берем тогда мы гашеную известь. Гашеная известь ни в коем случае не берите какую-нибудь там строительную, где просто увидите слово известь, потому что, помните, там есть пушонка, кипелка. Если мы берем, то берем только гашеную известь. И это уже совершенно другое состояние. Это уже не карбонат, это уже оксид кальция и оксид магния. И кальция здесь больше находится. И снова же там разбежка дается 200, 500 для очень кислых, для слабокислых, для среднекислых. То есть совершенно разные дозировки. Берем мел. Мел – это уже просто чистая порода, там сплошной кальций. Его уже достаточно будет от 100 до 300, и снова же в зависимости от кислотности почвы и на метр квадратный. А вы знаете кислотность своей почвы? А вы знаете, какой вид у вашего клематиса? Нет, не очень. Ну, зола, казалось бы, такая безобидная вещь, всегда есть в наличии, всегда вот так вот ее, ух, сыпем щедро. Помните о том, что в золе кальция практически нету, но там зато есть много других микроэлементов. И их переизбыток в почве тоже очень будет плохо для клематиса. И меня смущает, когда говорят, возьмите пару стаканов мела, пару стаканов золы, растворите в 10 литрах воды и полейте свой клематис. Ну, я бы такое делать ни в коем случае не стала. Для клематиса, для различных видов, нужна слабокислая почва, нейтральная или слабощелочная почва. То есть pH будет составлять от 5,5 до 6. Но мы же никто это не меряем, правда, мы только можем предполагать. Я знаю садовые хозяйства, питомники, которые выращивают клематисы практически в торфе. Конечно, это у них определенная линейка сортов, и кислотность субстрата там составляет 4, и они себя при этом замечательно чувствуют. Ну, потому что они с этим субстратом кислым работают. В нейтральную, слабощелочную среду высаживают только следующие виды клематисов. Это клематис горный, так называемые княжики, клематис тангутский и клематис корейский. А остальные клематисы, они могут приспосабливаться и к другой почве. И при защелачивании золой либо известью, если мы будем в нейтральную почву еще ежегодно, к тому же, не забывайте, что такой подкормки хватит на года 3, как минимум. Мы будем добавлять вот это вот все туда, наливать это молочко. У растений развивается на листьях хлороз, то есть остаются жилки зеленые, а остальная пластинка листовая, на ней появляются белые пятна. Это хлороз, потому что не усваивается растением железа. Вот тебе и подкормка молочком, либо золой. Типа все будет хорошо, потому что так написали в интернете. Поэтому на кислых почвах это никакое не удобрение, не гашеная известь, не доломитовая мука, ни в коем случае и не мел. Это способ раскисления. После того, как мы раскислили, и мы знаем, что нашему клематису нужна нейтральная почва, и в самом деле она там кисловатая, раскисляем, а потом подкармливаем, потому что в кислой почве растению будут недоступны ни азот, ни фосфор, ни другие элементы. Помните о том, что когда вы делаете известковое молочко, или вообще раскисляете почву под другие цели, то ни в коем случае нельзя смешивать или совмещать раскисления с такими удобрениями, как сульфат аммония, аммиачная селитра, суперфосфат, ну и мочевина. Потому что образуются вещества, которые очень ведут себя агрессивно. И очень аккуратно работайте с гашеной известью, потому что это довольно активная такая субстанция, и можно обжечь растения. Если вы собрались подкармливать растения клематиса в весенний период, то лучше это сделать до того, как началось отрастание. И не следует вот сейчас по листве заниматься этим, потому что это будет бесполезная совершенно процедура. А если взять гашеную известь, так это еще будет и вред, потому что гашеная известь иногда используется для обеззараживания, древесины, ну и там прочие такие моменты, которые не касаются нашей темы клематиса. Гашеную известь лучше применять на сублинистых почвах, там она будет быстрее срабатывать, будет доступнее. На песчаных почвах лучше предпочтение отдать даламитовой муке, да, она будет более долгоиграющей. Лучше сделать даже это с осени, или если вы обрабатываете какие-то участки, то это в осенний период, для того, чтобы там все эта реакция успела пройти. Ну и для слабо кислых почв хорошо будет и зола. Я только за золу, но в разумных количествах, когда мы берем на метр квадратных, ну порядка там стакана, два стакана, на метр квадратный и ее распыляем. Ну что ж, хотели молочко? Давайте сделаем с вами молочко по моему рецепту. Ну и вот готовим наше молочко. Но прежде чем готовить молочко, и леечка моя сухая, лейку, конечно, лучше взять другую, которая крупная, но просто мне вот удобнее с ней манипулировать. Это будет такой лайфхак, как обработать землю доломитовой мукой или любым другим препаратом, содержащим кальций. Значит, берем лейку. Как у нас все происходит? Весна или осень, ветренно. Мы выходим на участок, и ветер мы не словим, он то туда, то сюда, и мы как снеговик через какое-то время в этом мире. Я такой способ придумала и вам рекомендую. Сейчас для чистоты эксперимента я вам просто покажу, как это я делаю. Насыпаем и известили доломитовую муку, встаем широко и таким образом посыпаем. Когда носик у лейки длинный, то все летит туда, куда надо, и мы остаемся чистыми. Вот такая история простая. Так, это я высыпаю обратно, потому что не знаю, сколько я насыпала, и хочу показать вам, сколько надо. Вот видите, что происходит с мелом, когда он летит. Все, я уже в облаке нахожусь. Что такое 200 грамм? Вот я отвесила, сделала навеску. Это не 2-3 стакана. Вот это 200 грамм. Мне кажется, что это даже не полный стакан. Вот такой объем, это 200 грамм. Мы его отправляем в ведро, потому что мы будем проливать. Какая получится концентрация, и куда мы ее будем разливать, это уже дело ваше. Но 200 грамм на ведро мы разбавляем. И затем, чтобы удобно было, перемешиваем хорошо до состояния молочка. Иногда говорят, насыпьте столько извести, чтобы не было видно палки. У кого видно, у кого не видно, всякое зрение бывает. Вот у меня тут уже, в принципе, и ничего и не видно. Даже ковшика не видно. Переливаю это я в лейку. Почему мы ушли от клематиса? Там гудит пила. И невозможно делать съемку. Поэтому мы удалились от клематиса. Но в сути это совершенно не меняет. Так что вы уж извините. И под одно растение, которому возраст лет 4-6, мы наливаем 2 литра. И этого будет достаточно для того, чтобы известковое молоко на кислой почве или слабо кислой почве сделало свое дело. Но это еще не все дело, то, что требуется клематису. Напоминаю вам, что вышла новая линейка, которая называется «Растим сад». Для чего она? Во-первых, она содержит композицию штаммов, кроме того, что грибов, так и бактерий. Трудно выговорить их видовые названия. Только скажу, что грибы – это гломус, бактерии – агробактерии, псевдомона с вами известные. Ну и там еще ряд бактерий, которые вы сможете прочитать, если заинтересуетесь либо на сайте, либо поинтересуетесь в магазине. Что делают эти грибы и бактерии? Во-первых, образуются мекоризные грибы, которые заселяют зону корней. И в этой зоне корней все вещества, которые мы вносим под клематис, они становятся доступными благодаря этой мекоризе. А что такое мекориза? Мекориза, если с греческого дословно перевести, то это грибокорень. То есть это бесконечные нити гифов. Паутина такая окутывает. Она там тоже бывает. Это мекориза разная, там не будем углубляться, там только сверху. Некоторые проникают, некоторые то и другое делают. И практически все растения требуют вот такого сожительства с грибами. Потому что без этого они не могут извлекать особенно фосфор из глубоких слоев почвы. А фосфор, как вы знаете, он малоподвижен. Поэтому мне кажется, что это вот просто палочка-выручалочка. И хоть здесь написано растим сад, клематисы, они тоже попадают в эту категорию. Это можно и под кустарники, и под красиво цветущие кустарники, и отдельно есть под плодовые растения, под овощи. Поэтому обратите внимание. Мне кажется, вот эти композиции, это просто находка. И не понимаю, почему до сих пор это как-то умалчивалось и не использовалось. Ну и напоминаю еще, потому что клематис в первые годы очень медленно растет и наращивает свою массу медленно. И нам хочется, чтобы он как можно быстрее начал колоситься, цвести, радовать нас пышным цветением. Поэтому рекомендую снова же вот этот циолин, обогащенный такой субстрат, который содержит здесь массу всего. Тут и природный циолит, микроэлементы, гуминовые, кульвовые кислоты. И он сохраняет свою способность абсорбировать, накапливать как питательные вещества, так и различные микроорганизмы. И они не будут вымываться на легких почвах и будут полноценно использоваться растением. Ну и для клематиса, казалось бы, такая вот простая история. Клематис, ну да, там купил, к такой-то группе принадлежит, к такой-то группе принадлежит. Так всяк обрезаю, освоил все эти моменты. А оказывается, что вот еще, если копануть глубже, то много вот таких вот интересных моментов. И все эти препараты, во-первых, их хватит надолго, их не надо будет несколько раз в сезон вносить. И внесение снова же очень экономичное. Допустим, для клематиса под одно растение будет достаточно столовой ложки. А здесь 2 литра. Поэтому это очень удобная и выгодная упаковка. И цена-качество, мне кажется, великолепная. Удачи вам в ваших начинаниях с клематисом. Пусть все у вас получится. Помните о тех моментах, в которых я заостряла внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!